Национальному банку может потребоваться и далее ужесточать денежно-кредитную политику, даже если подобные решения замедлят экономическую активность. Такое заявление сегодня сделал глава миссии Международного валютного фонда по Казахстану Николя Бланше. По его словам, главному финансовому институту страны необходимо сконцентрироваться на одной цели – поэтапно отказаться от непрофильных видов деятельности, таких как участие в программах льготного кредитования. Это поможет улучшить денежно-кредитную политику и усилить независимость Центрального банка и доверие общества к нему. Что думают на этот счет казахстанские эксперты в материале Амина Абдрахманова? Национальный банк добьется результатов, если удастся заякорить инфляционные ожидания. Глава миссии Международного валютного фонда по Казахстану Николя Бланше назвал несколько направлений, придерживаясь которых главный банк страны может добиться эффективного решения проблем в стране. Здесь же международные эксперты отметили, что повышение базовой ставки в апреле до 14% не позволило разогнать инфляцию и не допустить падения обменного курса тенге. Возможно, для дальнейшего сдерживания потребуется предпринять еще более радикальные меры, даже если это замедлит экономическую активность. А вот казахстанские эксперты уверены, что в ситуацию должно вмешаться уже правительство. Национальный банк в большей степени исчерпал ресурсы для сдерживания инфляции. Сейчас мяч в большей стороне у правительства. Это меры по насыщению внутреннего рынка продуктами, товарами и услугами. Пока инфляция останется высокой. Вот если вывод говорить, что до конца года серьезного снижения ожидать не стоит. Экономисты считают, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики приведет к дальнейшей стагнации экономики. Проблема в том, что банки уже в разы сократили кредитование бизнеса. И в случае, если Нацбанк предпримет меры по увеличению базовой ставки, то денег на займы у финансовых институтов не будет. А это означает, что встанут производства, за которым последует увеличение импорта и безработицы. И поэтому за снижение инфляции и улучшение благосостояния казахстанцев, по мнению экономистов, должен отвечать не только Нацбанк. Когда у нас прогнозируют коридор инфляции 4,6%, это от лукавого. Потому что тем самым, закрепляя такой низкий уровень инфляции в бюджете, правительство старается не индексировать зарплаты, пенсии, детские пособия. Потому что оно индексирует вот на этот уровень 4,6%. А сейчас реальная инфляция составила 14%. И как при этом выживать людям, у которых недостаточно непроиндексированные пенсии, зарплаты и пособия. По словам экспертов, сейчас правительство тратит больше, чем зарабатывает. При этом уже седьмой год подряд траты из Нацфонда увеличиваются, а поступления растут исключительно при высокой цене на нефть. Амина Абдрахманова, Нурбол Сазабеков, Атамикен Бизнес. Субтитры создавал DimaTorzok